всем привет спасибо как всегда за то что пишите комментарии под моими монологами замечательными спасибо вообще за то что мы вместе это самое главное это очень приятно ну а сегодня я достал из полки пластинки группы которую считаю второй после группы экстиси равной группе битлз такое затейливое сравнение я уже много раз говорил что группа экстиси для меня это то же самое что битлз примерно но после битлз потому что они позже были да а радио хэд это уже за экстиси для меня номер два хотя на самом деле многие считают иначе в том смысле что радио хэд это величайшая группа всех времен и народов да да это близко к истине вообще-то ну как мне кажется опять-таки я же излагаю только свое собственное мнение не претендую на истину в последней инстанции как есть такие люди кстати говоря не буду говорить где да ну вот замечательный журналист музыка вето очень умный человек василий соловьев спаски который написал книжку всадники без головы и очень рекомендую всем покажу как-нибудь кстати для тех кто не видел вот он написал следующее написал что на радио хэд это последняя великая группа ну то есть что такое великие группы мы все представляем примерно да да битлз роллинг-стоунс лед зепплин джет ротал там еще несколько коллективов таких таких вот прямо вот грандиозных эпохальных краеугольных как угодно можно говорить и василий написал что радио хэд это последняя великая группа много групп после радио хэд появилась да и играют до сих пор но когда нет они очень хорошие все очень крутые замечательные альбомы но они такие вот не не то что вот такие великие вот скажешь лед зепплин да сразу понятно все скажешь битлз понятно все скажешь радио хэд тоже тоже в тот же ряд можно поставить по грандиозности их можете спорить со мной в комментариях милости просим обязательно пообщаемся обсудим понятие грандиозности понятия великий невеликий и так далее но я придерживаюсь тоже той же самой точки зрения что это возможно последняя великая группа хотя время идет появляются новые 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 коллективы музыки очень много чем дальше тем больше кстати говоря потому что технологии развиваются и технологии это не значит что каждый может сесть и на компьютере что-то записать а технологии в плане информационного обмена и в плане легкости доставки написанного материала слушателю раньше было как пока пластинку на заводе не напечатают никто вашу музыку не услышит а сейчас вашу музыку можно услышать мгновенно практически после того как вы записали в студии в хорошей не дома на пи 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 вот конечно же я имею ввиду я имею ввиду в хорошей студии группа собралась записала работала долго там месяц два три но когда она сделала свой материал закончила его его можно тут же легко мгновенно просто услышь в любой точке мира это хорошо но радио хэд что радио хэд первый альбом радио хэд который услышал своей жизни это вот этот дэбэнс 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 можно по-разному переводить можно переводить как изгибы повороты а можно переводить как кессонная болезнь и то и то будет справедливо и вся вторая плана 90-х и вся первая половина двухтысячных прошла для меня под маркой радио хэд под звуки этой группы я был совершенно очарован и очарован до сих пор и слушаю радио хэд с восторгом все альбомы кстати что касается сходства с битлз группа первых не меняла свой состав от первого до последнего альбома и в этом неизменном составе она не тоже бы не боялась экспериментировать она играла все время разную музыку но с тем же не и и и с разным звуком до хотел сказать тем же самым звуком но с той же самой звуковой какой-то внутренней картинкой как битлз до которые играли совершенно разную музыку там на плес-плизме на эбироуд но все равно ты слышишь что это та же группа битлз хотя к эбироуд у меня много там своих личных претензий в этом смысле но тем не менее все равно такая вот концепция тембральная концепция она все равно остается да и у радио хэд то же самое какие бы электронные приспособления какие бы оркестры они не подключали к своим звуковым картинам все равно это остается радио хэд потом я уже услышал по блохане ну и потом все остальное то что стоит у меня на полках потом я все это покажу по блохане классный альбом очень очень классный никаких нет противопоказаний у меня для него но единственный не то чтобы минус единственное но я могу сказать про него что он является альбомом еще одной очень хорошей группы такой же как все практически может быть где-то лучше чем все остальные но в принципе такая же группа из общего ряда музыки начало 90 до условно говоря с очень хорошими песнями с очень необычным подходом с отличным вокалом с прекрасными гитаристами в количестве трех как этого мнения не power 3 какой-нибудь тогда с одной гитары три гитариста все как надо и все играют что что характерно никто не стоит просто так но она такая пластинка она она как как бы вот как общая музыкальная картина мира и этот альбом туда как кирпичик встает на свое место очень четко ну понятно что крип сингл и хит всем известные на радио без конца крутившийся во всех странах мира критики говоришь это группа одной песни после выхода этого альбома еще когда еще не было the bands ну и и приводили крипка пример что это супер песня замечательный номер да очень хорошая песня но я бы назвал лучшей песни этого альбома anyone can play guitar последняя на первой стороне она мне нравится больше всего больше всех песен на паблохане на мой взгляд это настоящий рок гимн просто который надо высечь раскаленным железом на груди каждого кто играет на гитаре потому что там и поется о том что каждый может играть на гитаре если ты играешь на гитаре ты уже не пустое место вот так вот бери гитару парень и ты перестанешь быть пустым местом ты станешь тем самым кирпичом в стене как альбома глухани в картинке мировой музыки очень классные песни очень здорово смесь так отголоски музыки гранса отголоски нирваны здесь очень четко прослеживаются да хотя с одной стороны брит поп до существовал и и и и как бы был чрезвычайно популярен вот это вот звучание под условным названием брит попа растиражированная группой оазис и бляр у из меня нравится больше кстати говоря всего того что ленноновские гитары аккордовые перегруженные там в полный рост я это люблю очень хорошо но несмотря на вот эту нерванщину которая здесь присутствует на второй стороне в особенности я слышу много музыки вплоть до звучания группы birds гитарная когда начинается вот эти вот бриллианс такие бриллиантовые ноты группы birds прослеживается здесь вместе с ревом нирваны в общем все прелести мировой музыки здесь присутствует они впитались в музыку radiohead и все здесь есть прямо вот все что было записано в мировой музыке до 1992 года если говорить о рок-н-ролле все тут я нашел для себя очень хорошая пластинка но когда вышел the bands он уже снес голову напрочь и the bands это уже конечно звук radiohead это уже фирменный звук уже группа нашла то самое звучание которое сделала их великой группой великой грандиозной группы и такого звучания нет ни у кого что важно для любой великой группы это свой неповторимый звук ну групп 10 можно сразу навскидку назвать которые играют в духе radiohead в духе звука нирваны в духе звука radiohead но все равно это все уже такие бледные копии очень бледные копии начиная там от call play и дальше дальше к интерполу и туда во всю вот эту историю здесь абсолютно оригинальность и это еще раз доказывает тот факт что на эти как многие говорю сам себя перебил как многие говорят что и вся музыка уже сыграна а особенно любит горит что в семидесятые уже вся музыка сыграна в 60 и 70 и ничего нового после семидесятых уже 60 уже никто ничего не напишет в это самое яркое опровержение потому что сыграно-то сыграно да не сыграно да не все сыграно и это абсолютно новая вселенная музыкальная абсолютно новый звук абсолютно новый подход к написанию песен к пению к игре на гитаре ко всему при этом этот рок-н-ролл но дима сайт с того что рок-н-ролл бесконечен что можно играть 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 он все время будет разный все время будет новый все время будет неповторимый а эта штука неповторимая как плане телекс первая песня даст дрожащий дышащий ритм гитары трепетный с трепетным голосом йорка и как мы любим как у radio head фирменная штучка врубание перегруженной гитары со странными очень поворотами со странными фразами и прямо туда втаскивает так что и не вытащить the bands конечно песня одна из моих самых любимых наверное вообще в рок-музыке самая одна из самых ярких одна из самых красивых самых мощных самых роковых самых громких нирвана я зацепился за нирвана радио это вообще очень громкая группа конечно было тогда одна из одна из самых наверное грибущих если говорить об этом альбоме то есть можно там sound garden сравнивать с чем угодно эллисон чейнс но тут такой гитарный рев три гитары да напомню как и все очень по делу играют очень по делу очень громко очень правильно очень здорово очень лаконично и в этой лаконичности солирующих партий сразу вспоминается нил янг между прочим но ничего общего нет но вспоминать тем не менее high and dry передохнуть немножко можно после двух диких песен планетеликс и the bands high and dry fake plastic trees да что ж такое простуда холодно зима неземной красоты песня fake plastic trees мы все умеем говорят музыканты нирваны мы можем и так можем громко можем тихо можем ярость можем лирику бонс удивительная песня удивительный рок-н-ролл рок-н-ролльные ходы ритм и блюзовые гитарные ходы вывернутые наизнанку совершенно во-первых сыгранные громче чем в любом рок-н-ролле существовавшим до сей поры и они действительно вывернуты наизнанку вот иначе мне не сказать такой замысловатый риф переходящий в эти но совершенно не так как я спил а вывернутые наизнанку пропущенные через мясорубку очень интересно nice dream красоты неземной произведение плавное хорошая которая заканчивается дикими гитарами джонни гринвуда невероятными гитарами которые склоняют меня к мысли что джонни грин вот это лучший рок-гитарист всех времен и народов ну две тяжеленные песни just in my iron lung особенно my just очень любили все потому что клип да все видели а вот my iron lung песня с таким гитарным безумием уже я люблю очень гитарное безумие но она не шизофреническая она очень музыкальное гитарное безумие очень красивая bulletproof i wish i was нежная нежная песенка и торжественная громкая black star еще более торжественный салк еще более красивая стрит спирит фейдаут и фейдаут 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 и я фейдаут пошел пить пока